Продажа подснежников исчезающего вида не мешает продавцам цветов ежегодно реализовать их с наступлением весны. Полина Чехичина выясняла, сколько стоит букет краснокнижных цветов и какое наказание грозит за их нелегальную продажу. С наступлением первых теплых дней фантазия дарителей весенних букетов не ограничивается розами, хризантемами и голландскими тюльпанами. Хочется экзотики, например, подснежников, которые цветут только один месяц в году. Наша съемочная группа тоже отправилась на поиски первоцветов, отыскать которые не составило труда. При виде камеры продавцы ранних цветов спешно покинули торговую точку, побросав незаконно собранные растения. А вы знаете, что эти цветы в красную книгу занесены? Я знаю. Тем не менее, вы все равно продаете. Жить-то надо. А почему так дешево, а такой цветок все-таки? Ну, не знаю. То есть вы каждый год занимаетесь продажей? Десять лет. Продавцы этой точки сами цветов не рвут, а покупают их в Талгаре. Цена одного букета – 200 тенге. На вопрос, были ли проблемы с правоохранительными органами, реализатор качает головой. Рейдов не бывает. Работают по 2-3 часа в день. Спрос стабильно высокий. Только за 10 минут, что мы находились поблизости, ценой подснежников поинтересовались шестеро прохожих. Продажа подснежников незаконна. В ближайшее время природоохранная полиция совместно с прокуратурой начнет рейды. И физические лица будут оштрафованы на 5 МРП. При повторном выявлении на 10 МРП. Для юридических лишь штрафы еще выше. Сбор этих раннецветущих цветов в дикой природе грозит виду исчезновением. Однако законно приобрести их в Алматы все-таки можно. Некоторые цветочные магазины продают сертифицированные первоцветы из Голландии. С первыми подснежниками в городе появились и те, кто начал их массовую продажу. Но таких охотников было бы гораздо меньше, если бы редкий цветок, занесенный в Красную книгу, было некому продавать. Полина Чехичина, Искандер Тогузбаев, телеканал Алматы.